так мы в прошлый раз начали доказывать телема фирма для н равно 3 но там застрел где-то середине часа напомню что там было и мы продолжим мы доказываем то что великая при н равно 3 мы доказываем что уравнение икс куберский гри кубера назад кубе не имеет нет ревиальных решений но изначально в целых числах но мы рассматриваем числа ненштейна и мы для числа ненштейна доказали такую лему значит вы доказали два ноте два отражения сформулирую первое такое что если у вас значит мы рассматриваем кольцо за тот омега и мы рассматриваем такое лямбда который равно один минус омега это такой неразложим элемент и мы знаем что если x не делится на лямбда то их кубе сравним с плюс-минус единицей помогли 9 9 это то же самое что лямбда 4 нас ассоциировано с лямбда 4 из этого мы увидели что если у вас если у нас есть уравнение плюс-минус из кубер и греку без минус это клубе равно нулю то из этого будет следовать ну в числах ненштейна из этого будет следовать что какой-то из них делится на лямбда ну что произведение делится на лямбда то есть не может быть такого же не все три недели собственно следует из предыдущего утверждения потому что не мог бы три числа помогли 9 плюс минус единички давать с вами 0 это мы обсуждали в прошлый раз значит отсюда мы делаем вывод что нас всегда если уравнение имеет решение то всегда один со множеством делится на лямбда но мы мы считаем что без ограничений общества может стать их попарно за простыми поэтому ровно 11 делится на лямбда ну и дальше мы сейчас будем делать некоторые преобразования то есть вывод если есть решение значит одно из x y z делится на лямбда ну давайте его разделим и будем считать x y z не делится на лямбда и и у нас просто это лямбда присутствует как сам множитель но давайте смолируем основе утверждения которое нам поможет в доказательстве давайте поставлю место то буду обозначение вписать а дальше будет утверждение утверждение такое если ну тут надо много писать условий я поэтому хотел увидеть специальное место эти условия в отдельном месте чтобы их потом не забыть значит у меня начинается то момента я буду считать что у меня значит x y z какие-то элементы из атомики которые попарно взаимно просты а также для удобства значения все элементы которых написано r с каким-то индексом но я напишу со звездочкой но это значит rx например r y r z там r с волной z это все будет обратимые элементы какие-то для удобства у меня все все что связано с r это будут какие-то обратимые элементы что ли не будет звучать так если существует x y z где x y z не делится на лямбда и выполнено равенство ну давайте я тут напишу значит r x на x в кубе плюс r y на y в кубе плюс r z на лямбда в степени 3k на z в кубе и я все равно нулю то есть если у нас есть решение вот такого уравнения и верно уравнение вот такой вот звездочка то я могу его простить то у меня есть решение несколько более простого уравнения значит тут у меня к больше либо равно единиц нужно еще написать при к больше либо равном единиц то и существует x y z x y z не делящийся на лямбда являющийся решением уравнение две звездочки оно выглядит так начнет написано x кубе плюс y кубе всяких со множителей и это равно r z с волной на лямбда в степени 3k z в кубе где k больше либо равно двойке то есть если у меня есть решение вот таком сложном виде где у меня какие-то со множители здесь то во первых эти со множители можно упростить а именно запихнуть все в одно в один со множители в разы с волной а во вторых у меня обязательно к будет к должен быть больше моего двойки то есть есть такое решение только не может быть единица это важно но тут надо написать тут y может быть заменен на минус вообще-то те же самые тройки но тут ну я могу написать ну здесь будет замена x y на плюс минус y то есть по идее либо x y z прям будет решением такого уравнения либо x минус y z будет решением такого уравнения в остальном это та же самая тройка значит это ключевое утверждение если мы его докажем то дальше это будет дело техники а именно мы скажем что допустим есть ну вот если есть решение такого сравнения то есть решение такого сравнения дальше мы сидим к такому сравнению в это сравнение мы упростим и и сведем его к такому же сравнению но где k будет поменьше ну и дальше мы скажем что если есть минимальная к то мы можем уменьшить и ничего не получится это так называемый метод спуска мы будем вести индукцию по степени к и скажем что если есть минимальный к с решением вот таким тогда у нас есть и решение с меньшим к ну давайте докажем сначала утверждение но мы возьмем все по модулю 9 рассмотрим уравнение по модулю 9 по модулю 9 у меня x y z не делится на лямбда значит по модулю 9 они все плюс минус единица значит по лемма 1 икс кубе и грек кубе и z в кубе это плюс минус 1 по модулю 9 значит уравнение будет так записываться значит звездочка будет записываться так плюс минус rx плюс минус r y плюс минус rz на лямбда в степени 3k это ноль по модулю 9 значит тут надо доказать два утверждения во первых нужно доказать что к больше равно двойки то есть на самом деле здесь это число делящееся на 9 и тогда у меня чтобы rx и рыгрик были ровну люту и задумать равно минус r y и собственно то есть одно сначала докажем что ковы что двойки из этого последующего ркс равно минус r y и ну и тогда их можно сократить почему к большему двойки но тут уже рисовать картинку ну вот можно внимательно посмотреть что у нас тут происходит у нас есть два остатка которые равны ну которые находятся где-то на единичной окружности то есть есть два остатка который по модулю равно единице а дальше есть множите лямбда в степени 3k если к равна единица то здесь написано вот такое здесь написано что то модули 11 что-то модули один и что-то где-то вроде ламбда в кубе лямбда в кубе но вот у нас лямбда это квадрате это тройка значит лямбда это модуль лямбда этот корни стройки о А лямбда в кубе это значит будет 3 корня из трех, то есть вот у нас лямбда где-то тут находится, лямбда в квадрате здесь, а лямбда в кубе это будет где-то число, ну у него будет модуль лямбда в кубе равен 3 корня из трех. но это примерно 5 ну и дальше удерживаться в том что если у нас ну от нуля мы за два шага не дойдем но и от девятки мы тоже за два шага до вот лямда в клубе не дойдем то есть не может быть такого что что плюс минус x плюс минус x плюс минус y расстояние расстояние до нуля ну или до девятки она будет не больше чем там двойка тут расстояние ну там сколько двойка примерно максимально расстояние до нуля а у лямда в клубе расстояние пятерка поэтому мы до него никогда не дойдем то есть тут 9 ночью тут не так нарисовано немножко но в общем надо проверить что за два шага от числа делящегося на 9 мы до ляну в клубе не дойдем поэтому это не равно нулю значит отсюда к больше либо равно двойке ну значит это 0 и сейчас написано плюс минус x плюс минус y у нас равно нулю ну отсюда rx равен плюс минус y во-первых мы доказали что к больше либо равно двойке во вторых рx равно плюс минус y а это значит что мы можем ну возможно замены y на минус y до множественно обратный к x и получить ну и перенести z правую часть получится некоторым некоторые обратимый множитель и рассылной z ну а здесь будет либо там либо плюс либо минус то есть можно свести то есть можно написать в уравнении виде x кубе плюс минус y кубе равно минус rz на rx минус 1 на лямбда степени 3k на z в кубе ну и вот это вот это мы обозначим как рз с волной это какой-то обратимый элемент это произведение двух обратимых элементов еще на минус единиц тоже обратимый элемент ну вот получили уравнение до звездочки понятно если карман единица у нас тут написано следующее у меня написано что есть обратимый обратимое число плюс обратимое число плюс обратимое число на лямбда в кубе это равно нулю по модулю 9 я говорю что вот у вас обратимая лямбда в кубе ну или сопряжён лямбда в кубе модуль это примерно 5 а вот эти числа это помпа ну мы идем от либо от нуля либо от девятки и от нуля девятки за два хода мы на пятерки не дойдем поэтому лямбда в кубе мы получить не можем ок но это можно просто геометрически проверить можно поверить что действительно работает но всех как бы сейчас основной мы сделали осталось только применить тет мета спуска и все получится значит еще раз есть у нас есть нитриальное решение такого уравнения то у нас есть нитри решение уравнения вот вот такое а значит нитриальное решение нитриальное решение районе вот такое ну давайте пусть доказываем теорему пусть значит xyz это решение две звездочки мы естественно мы предполагаем что они убирают вот этим условием что они по назову на просты ну и что еще xyz не делится на лямбда ну я так сказал да ну входные данные я сказал что ну что я уже говорил это утверждение то что если этими штуками тревянные нет реально решение то значит у нас есть интервью решение звездочка а значит есть интервью ранее интервью решение две звездочки все вам доказать что уровень девизочки не имеет решения значит пусть у меня есть решение две звездочки с минимальным к но смотрите если у нас ну да ну помогли 9 у вас сумма двух остатков равно нулю но это эти оба остатки обратимые rx и y это элементы обратимые то есть они по модулю по модуле 9 равно нулю значит они сами равны друг плюс-минус друг другу потому что если у вас есть 9 слишком большое число у вас не может быть такое что там не персу мир сумме делится на 9 то что не сумме но находится на кружке там радиуса 2 но там не вылезает окружность радиуса 2 поэтому есть лишь равно нулю помогли это лесами суммируем нулю а значит рэкс равно плюс минусы рыгрик и так пусть у меня есть решение с минимальным к ну делаем по нашей схеме значит x кубе плюс игре начнется с решением вот такого равнения значит x кубе игре кубе равно ну какой-то развод с волной лямбда степени 3k назад в клубе левую часть развали вы произведение трех самможистелей это будет x плюс y x плюс омега y на x плюс омега в квадрате y и это равно rz с волной на лямбдой степени 3k назад в клубе мечта как у меня произведение третьих трех самможистелей делится на лямбдой степени 3k то хотя бы один из них делится в просто раз мы обсуждали что если хотя бы один из них делится то все трое делятся и это более того это их нот поэтому отсюда можно сделать вывод что у них нодом является лямбда а все остальные самможистели у них попарно назовем просты поэтому их можно записать в таком виде значит x плюс y это у меня будет ну какой-то обратимый элемент rx 0 умножить на лямбда умножить на x 0 в кубе 2 будет равен какой-то обратимый элемент тоже на лямбда на какой-то куб а 3 будет равен rz 0 на лямбда в оставшейся степени на z 0 в кубе да равен лямбда да нас not мы в прошлый раз доказывали то смотрите хорошо еще раз вот еще смотрите x плюс y равно x плюс омега y плюс лямбда y правда ну значит если это делится на лямбда то и делится на лямбда и при этом если бы у них был еще какой-то общий делитель то он бы делил y а значит делил бы x а x и y нет общих делителей поэтому они оба делятся лямбда другие делительные начнута них не равен лямбда ну и так верно для любой пары потому что можем омега заменить на у y заменить умножить на омега или разделить на омега и будет то же самое равенство ну в прошлый раз мы примерно это обсуждали то есть у них но действительно лямбда попарный значит почему я написал ну какой-то из них содержит лямбда в оставшей степени на самом деле это неважно но мы можем если можно порядок то можем сделать замену y на омега y или на омега в квадрате y ну и поменять и такое ну так чтобы именно третье слагаем было лямбда максимальной степени хотят в принципе неважно то есть принципе можно то есть если ну чтобы не не писать все перестановки я просто сказал что после последний будет лямбда с максимальной степени это тут не очень существенно хорошо теперь мы говорим что их это или на их линейная комбинация равно равно нулю какая линейная комбинация вот если я напишу x плюс y прибавлю омега на x плюс омега y и прибавлю омега в квадрате на x плюс омега в квадрате y мы просто раз обсуждали что это будет 0 ну а это равно вот таком выражении значит это будет r от x 0 на лямбда на y на x 0 в клубе плюс омега на r y 0 на лямбда на y 0 в клубе и омега в квадрате на r 0 на лямбда степени 3к минус 3 назад 0 в клубе так вот здесь как-то в виду в рамочку ну теперь смотрите мы можем во первых на лямбда может сократить сейчас так тут только нужно 3к минус 2 написать да этот чтобы степень была нужна то нужно степень 3к минус 2 написать во первых можем сократить на лямбда и написать здесь как раз 3к минус 3 во вторых мы можем ну он у нас r ну или к 0 обратим можем вас вами до склеить и rz 0 обратим поэтому он с вами в квадрате склеить значит rx 0 на x 0 в клубе плюс r y 0 с волной на y 0 в клубе плюс rz с волной на лямбда степени 3к минус 3 на z 0 в клубе и это равно нулю ну вот мы получили новые какое новую тройку нашли новую тройку x 0 y 0 z 0 их произведение не делится на лямбда x 0 y 0 z 0 не делится на лямбда и вот такая линейная комбинация равно нулю причем степень здесь как видим у единичка потому что к больше двойки а значит река минус 3 у нас больше либо равно трех да то есть так из того что к больше на двойке следует что 3к минус 3 нас больше на трех поэтому здесь степень как минимум единичка и мы попадаем снова условия то есть это слово снова уравнение звездочка мы нашли решение уравнение звездочки а значит есть решение ранее до звездочки с показателем который поменьше вот это будет 3к минус 3 а это противоречит тому что мы взяли решение с минимальным к по утверждению существует но такая тройка x 0 y 0 z 0 надо просто и y возможно заменить или кто-либо заменить на противоположный у которого будет такое что есть решение вот нового уравнения две звездочки значит нашли решение с меньшим с меньшим показателем к чем был изначально но все получили противоречия вопросы я уже сказал слух но я не написал этого это называется метод спуска да когда мы ну звучит громко на самом деле просто индукция мы пытаемся спуститься на уровень меньше то есть пытаемся из решения с с лямбда с большой степенью найти решение где степень поменьше вот и идея принципе понятно но тут есть тонкости связаны с тем что нужно помнить про эти обратим элементы с ними работать вот ну и как я уже сказал вот такого рода концепции они принципе можно с помощью них доказать теорему фирма достаточно большого количества n но только там нужно страдать использовать не просто разложение разложения в идеалах и это немножко больнее правда там когда я больше трех там нужно набер первый случай рассматривается меньше потому что ну с другими простыми немножко попроще доказывать вот то что x y z обязательно должно произведение взять можно делиться на вот это вот аналог лямбда то есть один минус примитивный корень n-ой степени но это мелочи это можно узнать ладно начинать сегодня по плану еще два сюжета это сюжет примерно это пример 19 век начало чудо будет 2 2 сюжета один связанный с 20 веком другой скорее седьмом классом примерно такого порядка лично и когда с вами говорили про идеалы я сказал что делал бы от трех типов главное конечно порожденные и не конечно порожденные и если говорить про ну вот мы говорили в про факториальность и там основная сложность состоит в единственности то есть единственность разложения на множители но я хотел показать что существование на самом деле работы для достаточно большого количества колец и чтобы его доказать не надо много то есть доказывается она в общем то не сложно и действительно вся проблема в основном заключается в единственности и если мы хотим говорить про те кольца в которых у нас ну просто существует разложение на множители то окажется что к кольца имеют довольно простое понятное описание то есть сейчас будет некоторая развилка если я напомню еще раз мы у нас было коммутативное кольцо потом мы выкинули делители нуля скажи что это будет область целостности потом сказали что нас есть факториальные кольца потом сказали что из кольца главных идеалов внутри степи этого кольца и тут есть поля и сейчас у нас не будет развилка на самом деле можно тут сделать другой промежуточный шаг и добавить некоторые кольца в которых есть существование но ну для них верно что у них есть существование единственности на самом деле это там немножко более общество поэтому они с этим факториальностью не пересекаются это называется не утеровы кольца значит я напомню что существование разложения в произведении разложимых то есть если у вас есть к область целостности то существование разложение произведение разложимых следует из того что цепочка достающих идеалов она стабилизируется все это из такого факта что если мы рассмотрим цепочку главных идеалов то есть мы возьмем идеал один он лежит внутри идеала а2 это лежит внутри идеала а3 и так далее вот мы хотим если мы знаем что любой такой цепочки следует что существует там n большое начиная с которой эта штука стабилизируется то есть у нас какого-то момента идеал не увеличивается вот из этого факта следует существование разложения но мы с вами это обсуждали да потому что это была первая часть доказательства того что кольцо главных идеалов факториально когда у вас есть элемент который не раскладывается то значит у него есть какой-то делитель не ассоциированный с ним который раскладывается у него есть свой делитель который ассоциированный с ним и не раскладывается и так далее у вас получается такая бесконечная цепочка ну и это условие можно просто формулировать для не для главных идеалов а для произвольных идеалов ну и получится у него первое кольцо итак значит область целостности к называется нётеровым кольцом если значит в в тропе курса будет несколько таких определений которые задаются одним из эквивалентных условий ну и я тоже сейчас дам несколько условий и мы докажем что они эквивалентны сейчас будет такая аббреватура значит следующие условия эквивалентны следующие условия но следующее выполнено одно из следующих условий да наверное так лучше написать если выполнено одно из условий обычно их пишут два первое слое вот в принципе тут написано любая цепочка возрастающих идеалов стабилизируется значит если у вас есть цепочка возрастающих идеалов то начиная с некоторого момента у вас допускается равенство то существует такое большое что и n равно и n плюс 1 равно и так далее условия ну и второе условие главное оно такое это то что если и идеал то и конечно порожден что конечно порожденное значит существует конечное количество элементов которые он порождается то есть существуют такие a1 a n из к такой что и это их всевозможные линейные комбинации то есть вы берете просто у вас есть конечное количество порождающих то есть главный дел порожден одним элементом а конечный порожденный дел порожден конечным количеством элементов ну вот вы обычно в книжке встретите два таких квалификах определения но то есть можно к ним еще что-то добавить давайте я еще одну напишу тем больше это будет то есть мы это не потребует никаких усилий чтобы его доказать что нет это не существенно просто мне так приятно чтобы оно было тут вложено то есть я хочу сказать следующее что в нютеровых кольцах всегда сшивут разложение для этого не нужно чтобы это было оба стелсности на самом деле для там теоремы теорема это не слишком существенно если вы не говорите про разложение то можно рассмотреть нютеровые кольца вообще но будет чуть более чуть более сложно так что-то есть третье условие но такое то есть можно первое условие упростить и рассматривать не произвольные идеалы а только идеалы когда мы добавляем элементы то есть ну давайте так что любая цепочка вида а1 содержится а1 а2 содержится а1 а2 а3 то есть мы берем идеалы каждый раз добавляем по одному элементу и порождаем все больше и больше идеал но ну вот такая цепочка она стабилизируется стабилизируется то есть существует оно большое такое что все элементы большие то есть все окаты с номерами больше чем n они лежат в каком-то идеале порожденным первыми элементами то есть вам опять же то есть стабилизируется непроизвольным набор диалов только конкретный это вполне достаточно начинаться возникло второе именованное название то есть у нас были вклидовые кольца таза на части вклида и алгоритмы вклида а здесь начнете рукой кольца кольца значит это ученый которая жила в начале середине двадцатого века и она заложила основы алгебрической геометрии собственно у нас будет одна теорема которая входит в как это в базовую часть в самую предварительную часть алгебрической геометрики вот такую можно себе представить я про это тоже немножко скажу собственно нам эта теорема как бы понадобится она будет показательна так что мы докажем это вроде не очень сложно давайте докажем эквивалентность трех определений так ну самое очевидное это за 1 в 3 да если у нас любая цепочка идеал стабилизирует стоит такая тоже стабилизируется то есть если у вас верно что любая достаточная цепочка идеал стабилизируется сколько момент они одинаковые то и эта цепочка тоже стабилизируется то есть у вас сколько момент идеал одинаковая значит все элементы с большими номерами лежат в каком-то идеале поэтому интересно доказать только там 3 2 3 в 2 2 в 1 ну давайте из 3 в 2 из 3 в 2 а значит пусть любая цепочка такой дестабилизируется докажем что любой дело конечно порожден значит пусть и не конечно порожден то есть у нас есть идеал который ну женщине конечно порожден да давайте подумаем как это сделать ну давайте выберем в нем произвольный элемент а значит берем а1 из и ну в принципе можно взять не равно нулю но это не важно значит берем элемент произвольный в идеале и порождаем им что то значит вот то что им порождается оно лежит в идеале и но так и не конечно порожден да там же что-то еще значит возьмем элемент а2 который лежит и тело не кричит в идеале в편�ту а1 дальше но давайте возьмем элемент а3 который лежит в идеале и не упрождён а n facilitating как произвольный элемент идеала и не лежащего в предыдущих элемент в идеале порожденным предыдущими элементами такое найдется потому что не конечно порожден если у нас в какой-то момент это множество будет пусто то все идеал конечно порожден и мы все доказали у нас появилась цепочка элементов ну давайте применим нашего утверждения на 16 цепочка вложенных идеалов 1 лежит один внутри 1 2 и так далее лежит внутри 1 an и так далее и в какой-то момент значит существует такое большое что and большое and 1 1 лежит в идеале порожденным элементами 1 an но это противоречие потому что по нашему определению но and 1 у нас лежит в идеале порожденным в идеале и но не лежит в идеале порожденным первыми элементами получаем противоречия Ну все, значит, если противоречие получено Значит у нас и, конечно, порожденный Любой отдел, конечно, порожден Так, ну, наверное, сейчас можно сделать перерыв После перерыва, собственно, мы докажем из 2 в 1 И тогда уносительно будут описания колец, в которых любой отдел, конечно, порожден Так Значит, там осталось 2 в 1 доказать Так, ну что мы хотим? Значит, мы знаем, что любой отдел, конечно, порожден И мы хотим доказать, что любая цепочка возрастающих идеалов, она стабилизируется Ну, это качество мы уже такое проделывали Значит, рассмотрим цепочку возрастающих идеалов И возьмем просто их объединение Рассмотрим и объединение и житых по G от единицы до бесконечности Тогда мы такое же проверяли, эта штука будет идеалом Ну, действительно, если у вас есть два элемента из И То один лежит в каком-то там ИК, второй в ИЛ Значит, они оба лежат в максимальном из К и Л Ну, и значит, их сумма там лежит Значит, она лежит И в И Ну, а если у меня А лежит в кольце К, то А на Х лежит в ИК, значит, тоже лежит в И Поэтому это действительно идеал Но этот идеал, конечно, порожден По условию 2 Порождается каким-то количеством элементов И дальше мы просто посмотрим, в каких ИИТах они лежат То есть возьмем максимум из них Тогда существует Н большое Такое, что А1 и так далее, АН Лежат внутри этого идеала и Н большое Ну, и значит, у вас Н большое Он содержит идеал И, но значит, с ним совпадает Ну, и тогда получается, что цепочка стабилизируется на моменте Н С этого момента никакие новые элементы добавляться не будут Поэтому, действительно, если у вас любой идеал, конечно, порожден То есть мы сделали некоторые послабления Вместо того, чтобы рассматривать главные идеалы Мы рассматриваем идеалы, конечно, порожденные И теперь у нас неверная единственность, но то существование, оно работает Потому что, ну, то есть, давайте я, может, я, конечно, отдельное утверждение это напишу Значит, если Коньотерова В К существует разложение в произведении неразложимых Ну, лекарство, как я уже сказал, логично, лекарство для конец главных идеалов Там важно, чтобы цепочка таких главных идеалов стабилизировалась И для Энтерова кольца это верно И отсюда автоматически будет следовать То есть То есть если мы хотим доказать, например Что вот вы берете какой-нибудь там Z И добавляете какое-нибудь Ну, комплексное число, которое является корнем какого-то многочлена Вот я буквально через 10 минут докажу, что всегда в таком кольце существует разложение в произведении неразложимых Поскольку у вас это кольцо будет обязательно ньотеровым Для этого мне поможет следующая теорема Значит, я напомню, что наша цель вообще, последняя, которая осталась про факториальность Это доказать, что если кольцо К факториально То К от Икс тоже факториально Вот сейчас мы докажем это для ньотеровых колец И будет понятно, что если у вас в кольце существует разложение Ну, вот по крайней мере верно Любой идеал, конечно, порожден То в кольце многочленов У вас всегда существует разложение в произведении неразложимых Это называется теорема Гильберта-обазиса Гильберта-обазиса Ну и отзвучит она очень просто Если у вас к ньотерова То Ик от Икс также ньотерова Кольцо многочленов над ньотеровым кольцом Также будет ньотеровым кольцом У нас будет на ней Значит, смотрите, если мы это докажем, ну а также есть упражнение, которое можете, но оно несложное, можете на семинарах проверить, что если у вас есть гомофизм колец и К ньотерова, то там F от К тоже ньотерова, F от К тоже будет ньотерова. Сейчас, как это нужно сказать точно. Ну, ну, то есть, ну там, наверное, нужно добавить, что эта штука сюрективна, но я хочу на самом деле сказать, что любой прообраз ньотерова кольца ньотерова кольцо, и если вы факторизуете кольцо по ньотерова кольцо, факторизуете, то вы получаете тоже ньотерова. Давайте я так, ну что-то, селективно, наверное, меморфизмом написать. Вот, и тогда будет верно, что если у вас есть идеал в К и К ньотерова, то К по И так же будет ньотеровым кольцом. Ну, и тогда вы говорите, что вот, берете, например, Z, берете кольцо многочленов, оно будет, это Z ньотерова, значит, этот X тоже будет ньотерова, и тогда вы его факторизуете по какому-нибудь идеалу, получаете ньотеровое кольцо. Ну, и если возьмете в качестве идеала, идеал, порожденный каким-нибудь многочленом, непереводимым старшек сантом 1, то вы получите кольцо из аморфа, current Z, а там от какого-нибудь корня из De. Получается, что это кольцо тоже ньотерова, а значит, что в нем существует разложение в произведение неразложимых. Ну, и в любом таком кольце, который получается Z-x фактором по какому-нибудь многочлену, ну, непреводимому многочлену, получается, что это ньотерова кольцо, значит, там существует разложение в произведении неразложимых. нет там есть существо существует разложение но и она не всегда единственного что умеет сохранить количество чё-чё понятно хорошо то есть по крайней мере во всех кольцах которые получаются таким образом у вас выбирать себе корень и на степени единицы у вас получается кольцо неотерова то есть она там всегда есть разложение по день неразложимых а единственности скорее всего нет окей давайте докажем теорему но она там есть разные способы мне больше нравится такой вы смотрите мы знаем что у нас вот кольцо многочленов то есть мы рассматриваем все многочлены с коэффициентами и мы знаем что в коэффициентах у нас выполнена неотеровость значит от доказать что и в кат x выполнена неотеровость но рассмотрим какой-нибудь идеал кат x и будем доказывать что он порожден конечным количеством многочленов ну как мы это сделаем берем какую-нибудь берем ту же самую идею которую мы применяли когда доказывали эквивалент этих условий берем конец многочлен f1 и берем f2 многочлен и без f1 и так далее единственное что мы хотим но для того чтобы это работало мы сделаем так у нас есть многочлены многочленов нас и степени мы сделаем дополнительную хитрость и будем брать непроизвольный многочлен а каждый раз будет брать пиначан минимальной степени берем многочлен из и минимальной степени d1 берем из и без идеала пораженного f1 многочлен минимальной степени d2 и так далее fn это элемент из многочлен из множества идеал без 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 идеала пораженного первыми энергией многочленами минимальной степени dn значит пусть у них старшие коэффициенты у f1 старший коэффициент будет один у f2 а2 у fn а n ну и пусть она идеально не конечно порожден то есть если цепочка закончилась то все мы доказали что делал конечно порождем все хорошо пусть мы пусть не получилось возьмем старшие коэффициенты старший коэффициент они порождают идеал который же конечно порожден то есть если я рассмотрю вот такую цепочку до идеал из а1 из а1 а2 и так далее идеал порожденный из а1 а2 и так далее а n то так конесера вот эта штука стабилизируется то есть так как к нотерова то существует такое n большое что а n плюс 1 это какая-то линейная комбинация b1 a1 плюс так далее плюс bn а n то есть 1 элемент старший коэффициент от без первого многочлена можно линейно выразить через старший коэффициент предыдущих многочленов но теперь что мы сделаем просто мы вычтем из 1 многочлена такую линейную комбинацию чтобы понизить степень и тем самым пройдем противоречиво то есть что мы сделаем берем многочлен fn плюс 1 и вычитаем из него какую линейную комбинацию значит мы берем б житая умножаем на f житая уже от единицы дн большого но еще нужна степень что была одинаковая ну там можем на x в степени разной степени это сюда бы dn плюс 1 минус d житая то есть я взял старший коэффициент подачи на 1 и убиваю его линейной комбинацией предыдущих многочленов то есть у меня я предыдущий многочлен умножаем на x только раз что получила степень какой n плюс 1 ну а старший коэффициент у них соответственно такой чтобы он убился то есть старший коэффициент при степени dn плюс 1 он будет равен а n плюс 1 минус сумма б житая а житая то есть ноль по нашему из нашего равенства берем n плюс 1 и вычитаем вот такую линейную комбинацию б житая на и в житая на их степень дн плюс 1 минус джитая я утверждаю что коэффициент при n плюс 1 степени и будет 0 потому что коэффициент при n плюс 1 степени это будет а n плюс 1 у этого многочлена а у в правой части у и в житую старший коэффициент ажи то я и он бы как раз при этом в первой степени потому что я их намножил на x в соответствующей степени вот здесь я использую что у меня многочлены у меня да и ты возрастает да если я взял сначала минимальной степени многочлен а потом я взял степень многочлен минимальной степени который здесь не лежит то что 2 больше чем d1 да ну и тогда что есть эти д и ты они не убывают они возрастают поэтому дн плюс 1 она уж точно больше ли брону чем джитая иначе бы у меня тут не получилось ну и получилось что коэффициент при степени n плюс 1 на нулю то есть мы нашли многочлен вот этот многочлен но многочлен же что мы про него знаем же я лежит в идеале поскольку он ли на комбинация многочленов и фыта он не лежит в идеале порожденным f1 и так далее fn большое потому что fn плюс 1 там не лежит а это их ли на комбинация ну получается ну и степень же у у меня меньше чем dn плюс 1 но получилось что я не тот многочлен взял мне надо было в качестве 1 взять на к чен g потому что fn плюс 1 это многочлен минимальной степени из и который не лежит в идеале порожденным предыдущими многочленами но получилось что все противоречие поскольку значит я нашел многочлен меньше степени значит я неправильно выбрал фн плюс 1 ну и получается что ясно что я могу уменьшать степень g пока он не станет совпадать вот с одним из этих многочленов то есть реальная тем самым доказываешь что фплюс 1 на самом деле лежит в этом идеале ну так ну получаю что получаю противоречие с определением fn плюс 1 ну все значит идеал был конечно порожден почему это теорема так важно для алгебрической геометрии но дело в том что что такое алгебрическая геометрия если совсем грубо то алгебрическая геометрия занимается тем что пытается изучать общие нули многочленов то есть вы берете например так небольшой экскурс ну можно двумя способами это говорить можно сказать что вы просто берете вот систему из какого-то количество уравнений ну било количество переменных фиксировано количество уравнений может быть каким угодно то есть но все уравнение это многочлены а там переменных ну и вы ищете решение например на c то есть вы ищете все комплексные числа которые подходят под все эти уравнения так вот вот эта теорема говорит о том что если у вас есть система из бесконечного количества уравнений ее можно заменить системы из конечного числа уравнений поскольку если у вас есть система из бесконечного числа уравнений то и все их линейный кабинусе есть идеалами порожденных будет обнуляться в этих самых точках а так идеал прожжен конечным числом элементов то все эти уравнения можно заменить конечным числом то есть такие системы сводятся системы всего из конечного числа уравнений то есть можно только такие рассматривать не обязательно можно только конечной системы бесконечно можно рассматривать ну или по-другому как устроена штука алгеберская геометрия берете произвольное множество точек в пространстве cn в н-мерном пространстве и говорить а давайте мы возьмем многочлены но что многочленов от n переменных которые для любой точки 1 а n который лежит в точке а у нас многочлен там обнуляется то есть наберем берем все точки которые обнуляются в начале координат например берем все многочлены которые обнуляются в начале координат но вот это множество будет идеалом а то что конечно порождено означает что вы можете выбрать конечное количество многочленов и все остальные будут представлять среди них линейных комбинаций и вы можете таким образом описывать может многочленов то есть вы можете из множества сделать конечный набор многочленов которые порождают все многочлены которые там обнуляются ну и у вас есть соответствие между множеством и функциями которые там обнуляются и дальше вы можете исследовать вот свойства между как свойства множество влияют на свойства этих функций ну вот это такой совсем какое грубое описание того что происходит в адресе геометрии но вот собственно вы видите да вот гильберт это ученые примерно там конца 19 века начала 20 то есть проблемы гильберта они все были сформулированы в 1900 году не отержала там чуть позже то есть это все вот уже приближается к середине двадцатого века ну хорошо теперь мы вернемся но властмута уверен что мы полностью вернемся 7 классным попробуем идея то что мы хотим сделать нам осталось доказать что если к факториально то к от x факториально если в к вы можете раскладывать на множители единственным образом то и в к от x тоже можете сейчас с помощью этого можно доказать что кольцо многочленов от нескольких переменных то есть уберете многочлены с комплексными коэффициентами от нескольких переменных эта штука тоже факториально вы можете раскладывать на множители и причем единственным образом почему говорю про 7 класс но как мы будем это делать если мы посмотрим на z то есть мы хотим доказать что этот x факториально кольцо многочленов одной переменной над z мы знаем что факториально следующей штуки мы знаем что за это факториально но это нам дано а еще мы знаем что многочлены над q факториально то что какое-то поле ну и так совсем грубо понятно что если у вас есть многочлен на z вы можете его разрыть над q а потом домножить на знаменатель и получить ну не совсем разумение этого многочлена но по крайней эразложение этого многочлена умноженный какой-то коэффициент а именно общий знаменатель и значит ну вот то есть вы можете разложить его на какие то многочлены но только не его ей омножить на какое-то число но вот есть шанс что если вы такой знаете вы можете любой еще на зад тяжёл развалить на множители причем так к ней связаны вы можете доказать что это разложение единственно то есть для того чтобы такая что за такси это реально нам нужно его связать с исходным кольцом это просто коэффициенты и с некоторым полем которая от него образуется но для того чтобы такое сделать с любым кольцом к значит уже вспомните мой класс вспомнить как мы из-за делали q и сделал то же самое с произвольным области целостности сделать из него поле и потом пользоваться тем что над этим полем мы уже знаем что многочлены кольцо многочленов она является факториальным даже и freedom является и поэтому там есть разложение его использовали то чтобы качество вот это исходное кольцо факториально ну давайте начнем значит мы берем произвольного целостности мы хотим и здесь делать поле то есть мы хотим сделать там любой элемент хотим сделать обратимым но рецепт очень простой мы как бы должны искусственно добавить туда все обратно и ко всем ненулевым элементам ну и делать это корректным образом чтобы у вас там все добавилось ничего нового не добавилось и проверить что это будет сидит на поле что-то конструкция называется но она в отличие от метро кольца cell descriptive называется поле частных то есть мы хотим сделать из области целостности мы хотим сделать поле это называется поле частных но как вам говорили что там нас было если берем рассмотрим какие-то дроби да ну как лучше рассмотреть давайте возьмем у нас есть область целостности к дроби это пара чисел поэтому мы рассмотрим к на к без нуля потому что мы на 0 не делим и ведем на таком декартовом разделении отношение эквивалентности значит отношения такое отношение равенства дробей да значит у нас давайте я буду писать числитель я одной буквы обозначить а заменять или другой что было понятно ну немножко другой чтобы была понятна разница отношение такое что а x находится в отношении с by y тогда только тогда когда ну когда а y равно бы x берем множество но я могу значит его там не знаю буквы m например проверим что это отношение эквивалентности так проверяем но дропа x равно дроби x это потому что а x равно x тут вроде ничего проверять не нужно так симметричность но там очевидно что симметрично но можно даже не писать то есть у нас а x находится в отношении с by y это значит что а игрок равно bx значит bx равно а y значит by y находится в отношении с by x самая интересная прозитивность если у меня а x находится в отношении с by y то и by y находится в отношении с c z то что из этого следует значит у меня выполнено равенство а x равно by y и и bz равно c y да ну мы придем к общему знаменателю да что мы сделаем напишем такое равенство значит а x z оно равно bx да да сейчас спасибо так играну bx так мы берем а сейчас чё а y а y z за равно bx z равно c y x правильно но bx z поменяли местами у нас коммутативно все заменили bz на c y тогда значит у нас вторая координата всегда не равно нулю так у меня y не равно нулю то а z равно c x ну и отсюда следует что пара x она эквивалентно паре c z то здесь важно что знаменательный равен нулю иначе у нас все плохо будет но она всегда когда мы работаем области целостности мы всегда можем сокращать на со множители поэтому действительно все работает значит есть отношение эквивалентности ну тут еще есть полезное полезное утверждение которое полезно для проверки всех свойств которые ну ну нужно будет проверять тут еще такая лима и полезны лима полезное что отношение вот такое отношение она порождается заменами когда вы просто умножаете на одно и то число отношение порождается заменами а x на а y x y для y не равно нулю то есть если вы хотите проверить мы сейчас ведем операции на таких парах или то что проверить что это корректное определение нужно проверять что неважно кую какую представитель класс эквивалентности выбрали а для этого можно проверять только для таких замен потому что всеми порождается но и действительно правда потому что если у вас есть пара из которой коня это паре by y то вы можете из а x сделать сначала а y быть x y значит по определению отношения у вас а y равно б x значит это то же самое что б x y x а это эквивалентного y поэтому действительно чтобы чтобы получить из а x и y достаточно делать две замены умножения сокращения поэтому ну вот у вас такие замены поражается все поэтому если таких замен то что будет дальше сказано она выполняется значит что но и для совершения эквивалентности выполняется ну вы как бы все сделали дальше техническая проверка то есть мы сейчас ведем просто операции на дробях ну как отфакторизуем по этому отношению эквивалентности и рассмотрим следующий понятно какие операции на классах эквивалентности значит поле частных она обозначается ну от слова quotient частное пишется квот от к это значит фактор нашего декарта произведения по отношению эквивалентности по отношению эквивалентности ну надо еще определить какие операции мы рассматриваем ну операции понятны какие вы уже умеете складывать умножать дроби давайте я кстати ну ну я могу через скобочки написать могу уже дроби писать как представители эквивалентности ну давайте через скобочки значит ax умножить на by равно abxy а ax плюс by y равно ay плюс bx xy в принципе никто не мешает начаться этого момента писать уже представители эквивалентности как дроби то есть просто писать вот в таком виде а делить на x плюс b делить на y это по определению а y плюс bx делить на xy я уже доказал что у меня вот в этом отношении эквивалентности домножение на одинаково со множеством может сокращать и более того все такие то есть отношение порождается такими заменами поэтому это вполне естественно ну осталось проверить что у меня все к всем работают мне нужно проверить что сложение астативно коммутативно есть ноль противоположный по умножению у меня есть единица коммутативность и ассоциативность дистрибутивность сложения сеть умножения и существование единицы обратного и собственно 7 класс на этом закончится теорема ну во первых эта штука это поле ну и существует естественное вложение а а а с естественным вложением к в код отка то есть мы наше кольцо на с ним связано потому что она у него вкладывается а именно нужно взять ну вот нужно проверить что такое отображение когда мы берем а и переводим его в а на один это будет гоморфизм колец и боль то будет вложением то есть у него будет нулевое ядро и тогда получится что мы из любой области целостности смогли сделать некоторое поле которая царапирует наше область целостности и вот она просто получается добавление всех грубо говоря мы просто добавили все искусственно добавили все обратные элементы к нашей области целостности ну как обратно ко всем нулевым элементам но тут некоторая проверка очевидно некоторых техническая то есть там дистрибутивно доказывать немножко противно но давайте чем простое проверим то есть например ну давайте я выпишу ким свойства и его хотя бы поймем что что-то очевидно номер коммутативности и сложение умножения очевидно коммутативность сложение умножения очевидно ассоциативность умножения очевидно сложение не очень нет нужно проверять там хитро выкладки выкладками проверяется дистрибутивность и ассоциативность сложения это вы можете проверить на семинарах или дома а так какой у нас что у нас будет нулём что ну да это вот это как бы все что 0 1 и истим ассоциировано то есть можно считать что там 0 делить на а ну а не равно нулю конечно вот можно проверить что если возьмете там b на y прибавить 0 делить на 1 то вы получите b на 1 плюс y на 0 делить на греки на 1 то есть b на 1 делить на y на 1 то есть бы на y ну и противоположной если возьмете b на y и прибавить минус b на y то легко проверить что будет b y минус b y делить на y квадрате то есть 0 или y квадрате то же самое что 0 на 1 то есть 0 поэтому противоположной тоже есть так единицы что будет до единицы будет один на один легко проверить что она бы умножить на 1 делить на 1 это а на 1 или b на 1 то есть она b и любой не нулевой элемент обратим то есть если у вас а бы не равно нулю то есть у нас бы не ровнули по определению а то что она бы не ровнули значит означает что они ровнули тогда вы можете найти обратно а именно выделить на а то есть будет она б делить на b на а то есть будет один на один то есть один так что мы забыли проверить нас ну вот ассоциативность сложения нужно если у тебя нужно проверить как у нас проверили на любой проверили проверили что а да да еще и зависит этого представителя давайте тоже про это напишем значит корректность сложение умножения но отберем в мир 1 давайте заменим значит вы проверяем корректность то что первый она из заменяем другой представителя чтобы заметить другого представителя мы берем по той лиме заменяем это на а умножить на c делить на x умножить на c то есть умножаем все на один и тот же элемент а ну то есть надо давать лучше на z чтобы у нас а то он знаменатель x y z осуществить у нас а в церкви берем за это не равно нулю отмажаем на него тогда а z на x z плюс b на y равно а z y плюс b x z делить на x y z ну и мы видим что мы за можем вынести из числе и знаменатель что это то же самое что а y плюс b x делить на y z ну корректность умножения аналогично даже на еще проще да что если мы взял да да извините x и так значит тут нас заменяем опять же а деть на x на за деть на x z получается а b z делить на x y z ну и то же самое что выделить на x и вот ну то есть вот я оставить вот две технических проверки опять же ну они довольно естественно можно их сделать про вещи отработает смысле что именно понимаете как но если скажешь что все вообще все очевидно то затор вас просят ну хорошо можете во первых нужно выписать что именно нужно проверять и во вторых для любую проверку вы это даже за минуту все выписать если вы пишете то проблем не будет ну как обычно если у вас будет время напишите что все очевидно вот знаете я буквально два замечания скажу то есть но это тоже быть на на семинарах чтобы доехто осталось может быть ну понятно что если я беру поле то то что получается в результате операции она конечно ему и замок то есть мы ничего нового таким образом не получим это наверное понятно но просто в то вложение будет изоморфизм можно проверить да я не проверил что это кстати вот еще не проявил что вот эта штука гомофизм колец но это нужно проверить что вас на плюс вы переходят в а плюс b я умножить на вы переходите умножить на b на эту и на то что проверить на единичка приходит единичку вот для тех кто там хочет так чуть поглубже копнуть понятно что на самом деле эта операция ее можно обобщать и это на самом деле тоже с точки зрения первых геометрии довольно важная операция когда вы берете но вам нужно обратить не все элементы вот мы взяли и сделали так что все элементы не нулевые они обратимы в принципе здесь можно заменить на любое множество которое замкнуто по умножению и в частности можно например сделать так берете простой идеал берете все элементы который в этом простом идеале не лежат только наверно без нуля нужно apologize без нуля конечно тебя ведь элементы которые не лежат в простом идеале тогда это множество замкнутого умножению потому что Простой идеал это такой, которого в произведение никогда не попадает. И вы можете сделать локализацию, так называемую локализацию по этому идеалу. То есть взять и искусственно обратить все элементы, которые в идеале не лежат. И получить некоторое новое кольцо, в котором у вас будут обратимы все элементы, которые в идеале не лежат. И этот идеал будет максимальным. И это называется локализацией, потому что с точки зрения геометрии это будет означать, что вы смотрите там локальную окрестность функции. Ну, в общем, там есть какая-то теория про это. Поэтому на самом деле эта операция тоже не просто так. Ее можно обобщить до чего-то более серьезного, чем просто мы там строим все дроби. Тут можно, в принципе, химичить и делать некоторые более сложные вещи. Но для этого нам не понадобится, мы будем только эту конструкцию использовать. Вот. Ну все, значит, в следующий раз мы с этого стартуем и докажем, что кат x факториально. Вот. Ну все, счастливо, до следующего раза. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ